Пандемия 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 Организация Здравоохранения Новое шокирующее признание компании Google об отслеживании данных должно предостеречь 2,5 миллиарда пользователей браузера Chrome. Такое заявление на странице журнала Forbes сделал эксперт в области цифровой безопасности Зак Доффман. За привлекательной рекламой и обновлениями скрывается неприглядная реальность. У браузера не все в порядке с конфиденциальностью и безопасностью. Chrome отстает от конкурентов в вопросах защиты от слежения и сбора данных. Его план отказаться от куки файлов третьих сторон был довольно неуклюже отложен. А замещающая технология, о которой говорили, что она защитит пользователей, только еще больше усугубила ситуацию, констатирует Доффман. Google с готовностью признает, что широко распространенное отслеживание в сети вышло из-под контроля и привело к снижению доверия. 72% людей ощущают, что почти за всем, что они делают онлайн, следят рекламодатели, IT-компании и многие другие. А 81% говорит, что потенциальные риски от сбора данных перевешивают выгоды. Цитирует Forbes заявление компании и задумывается, сможет ли Google и дальше признавать, что слежка подрывает конфиденциальность и в то же время разрешать эту слежку на своем флагманском браузере. Ответ прост. Следите за деньгами. Если ограничить отслеживание, это приведет к сокращению рекламной прибыли от воздействия на пользователей при помощи различных маркетинговых ходов. А у Google на сегодня нет плана B, пишет Доффман и добавляет. Хотя рынок браузеров пусть запоздал, но начинает уделять приоритетное внимание конфиденциальности пользователей, Google сможет это сделать лишь в том случае, если найдет альтернативный способ для продажи рекламы. Женщин воспринимают как более привлекательных, когда их речь отличается четкостью, установили ученые. В ходе исследования сотрудники Калифорнийского университета в Ирвине изучили, как четкость артикуляции влияет на оценку привлекательности голоса. Медленный темп с хорошо артикулированными гласными делал речь говорящего более привлекательной, но только в том случае, если это были женские голоса, передает Аймс. Под четкостью подразумевался стиль разговора, который человек избирает, чтобы его было легче понять, например, если собеседник плохо слышит или если разговор происходит в шумной обстановке. Люди замедляются и имеют тенденцию по-другому произносить гласные, когда говорят более четко, отмечают авторы исследования. Таким образом, женщин воспринимают как более привлекательных, когда их речь отличается четкостью, в то время как невнятность мужчин может остаться незамеченной. Редактор субтитров А.Семкин